С новостями культуры в студии телеканал 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. С поздравлениями в адрес ценителей искусства выступают артисты, художники, музыканты, общественные деятели. И сегодня мы расскажем о мероприятии, главная цель которого – еще раз напомнить о торжестве весны красоты и культуры. Ахан Сире начал писать музыку и стихи в возрасте 16-17 лет. И основным лейтмотивом его ранних произведений является тема любви. А в период с 1905 по 1907 годы в его творчестве нашли отражение Столыпинские реформы. У него много произведений, и каждая из них представляет собой шедевр с глубоким философским и житейским смыслом. Мы должны передать все это нашему будущему поколению. Наша задача – донести его творчество людям, чтобы они помнили Ахан Сире. Главная задача – отделение народного пения Государственная филармония Акимата города Астаны – пропаганда творчества казахских народных акэнов и певцов. В репертуаре коллектива – произведения авторов 18-19 веков. Среди них был Уан Шулак, Естай, Мадзи, Окэлбурай. Ранее ансамбль казахских национальных инструментов совместно с солистами филармонии дал концерт, посвященный творчеству Баржан Сала. Наш сегодняшний концерт посвящен выдающемуся поэту, композитору, певцу казахского народа, творчеству многогранной личности Ахан Сире. Совместно с Государственной филармонией города Астаны мы подарим слушателям его произведение. В моем исполнении вы услышите песню «Лайлим Ширак» и известную всему казахскому народу композицию «Каратургай». В последние годы жизни главными темами произведения Ахан Сире стали одиночество, тоска человека по родным краям. Самыми яркими творениями этого периода являются «Манажат» и «Каратай». Широко известны и многие другие песни автора, которые используются и в оперных постановках, и наполняют репертуары современных певцов. О самых важных событиях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». На протяжении многих лет ТИФЭФ был признан в качестве ведущей выставки мирового искусства и антиквариата. И вот он вновь открыл свои двери для гостей нидерландского Маастрихта. Отличительной особенностью ТИФЭФ является элегантность подлинных шедевров, представленных самыми престижными мировыми галереями. Для директоров и кураторов крупнейших музеев, а также коллекционерам из разных стран мира, ТИФЭФ даёт возможность приобретать одни из лучших работ, находящихся в частных руках. И в заключение выпуска – афиша культурных событий Казахстана на завтра. В Казахской государственной филармонии имени Жамбыла пройдёт концерт «Повелители ветров». Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова даст постановку «Гамлет». Казахский театр для детей имени Мусрепова покажет спектакль «Сагам Кугандар». Республиканский немецкий драматический театр отметится постановкой «Бременские музыканты». Вечером здесь устроят показ спектакля «Гетто». На сцене русского театра для детей имени Натальи Сац можно увидеть постановку «Две бабы-яги». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok